Всем привет! В эфире афиша города Иркутска. С вами Александра Якубчик, и я расскажу вам, чем можно заняться и куда сходить на весенних праздниках. Начнем с кино. С 27 апреля в прокат выходит фильм под названием «Волшебная флейта», основанный на одноименной опере Вольфганга Амадея Моцарта. Но события разворачиваются немного не так, как в оригинальном произведении. По сюжету 17-летний Тим Уокер мечтает поступить в престижную школу, чтобы стать певцом. И когда его туда принимают, кажется, его мечта сбылась. Но однажды Тим неожиданно находит тайный проход, ведущий фантастический мир моцартовской волшебной флейты. Режиссером такого необычного фильма является Флориан Сигаль, а роль Тима Уокера исполняет Джек Вульф. Думаю, такое кино точно стоит посмотреть, особенно если бы фанат Моцарта или одноименного мультфильма 1994 года. Поэтому берите 200 рублей и бегом в кино. Ну и как же майские праздники без Дня Победы? Расскажу я о нем. В этом году будет отмечаться уже 78-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. По этому случаю будет празднование аж с 4 мая. Именно в этот день в 18.30 пройдет геройко-патриотическая акция «Пламя гордости за победу». Ее участники организуют шествие от мемориала «Вечный огонь славы» по улицам Ленина и Карла Маркса. А в 19.30 пройдет концерт у памятника Александру Третьему. 5 мая в СКДЦ «Художественный» премьера фильма «Я иду искать». Это драматическая история с элементами детектива. Действие происходит сразу в трех временах – в 2023, в конце 70-х и во время Великой Отечественной войны. Фильм снят в Иркутске. В съемках принимали участие студенты и сотрудники медиа-центра Байкальского государственного университета. Иркутск в фильме даже становится полноправным героем, который поддерживает и помогает в непростом поиске прославленного танкиста «Мальчику из 70-х». После премьеры состоится обсуждение фильма вместе с авторами, ведь фильм представит режиссер, сценарист и актеры. Все они, кстати, иркутяне. Ждем в художественном 15 часов и вход свободный. Перейдем непосредственно к 9 мая. С самого утра в 7.30 будет организовано построение войск Иркутского гарнизона и общественных объединений у танка «Иркутский комсомолец». В 9 утра колонна начнет движение по улицам декабрьских событий, Нижняя набережная и Суха Баттера. Участники проследуют к вечному огню, где в 10.00 пройдет митинг с созданием воинских почестей. Дальше по программе идут показательные выступления, концерт «Споемте, друзья!» и многое другое. Есть даже возможность любому желающему выступить на площадке у здания на бульваре Гагарина 9. Именно там с часу дня до шести вечера будет работать открытый микрофон «Песни о победе». А кому больше по душе стихи, тот с полудня до шести вечера в сквере на Чудотворской сможет принять участие в поэтической программе под названием «Мы пронесем через века». Завершится празднование фейерверком на Нижней набережной ровно в 10 вечера. И все эти мероприятия на минуточку можно посетить абсолютно бесплатно. А если вы хотите разнообразить свой выходной и в День Победы послушать не только патриотические песни, но и рок, то у меня для вас отличные новости. В 19.00 в Ледовом дворце Айсберг состоится концерт легендарной группы Ария. Они приедут со своей программой под названием «Гость из царства теней». Загадочно? Я тоже так думаю. Причем свой сибирский тур группа начнет именно с нашего города. Тематика шоу будет посвящена пиратству. Участники группы даже одеты в соответствующие костюмы. А на официальном сайте тура написано, что на концерте будет уникальная трехуровневая сцена, построенная в виде трехпалубного корабля. Там каждая палуба – экран хамелеон, причудливо меняющий сцену от летучего голландца и до горы Голгофы. Думаю, там есть на что посмотреть, поэтому советую купить билеты. Они, кстати, стоят от 800 рублей. На этом у меня все. С вами была Александра Якубчик. До новых встреч!